Югорская природа вновь привлекла внимание ученых. На этот раз объектом пристального внимания стали болота. Оказывается, именно они питают землю необходимым углеродом. А человек может непосредственно влиять на этот процесс, наблюдая и изучая состояние болот. И занимаются этим ученые-болотоведы. Как и почему затягивает болото Югры, выяснил Павел Желтов. Спасибо за просмотр! Это взаимодействие человека с болотами находится в фокусе. Сначала изучение, а потом и обсуждение. В этом году в стенах Югу встретились почти 80 ученых с мировым именем. Здесь болотоведы из России, Франции, Великобритании, Польши. К работе даже присоединился нобелевский лауреат, исследователь Арктики Терри Калаган с помощью видеосвязи из Англии. Подобный интерес объяснить легко. Бескрайние болота в первозданном виде сегодня есть только в регионах Западной Сибири и Канаде. К слову, на ниве экологического баланса Югра славится не только сохранностью болот. Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который принимает участие в конференции, отметил, что внешний вид региона разительно отличается от того, какой он был в начале 2000-х. Почти исчезли факелы, сжигающие попутный нефтяной газ. Сейчас я увидел один факел. С огромной высоты, обзор большой очень, на сотни километров я увидел всего один факел. Вот конкретный результат. Возвращаясь к теме конференции, в Югре ученые получили возможность не только обсуждать теоретические аспекты. Еще до официального открытия форума болотоведы на натуре изучили болото в природном парке Кандинские озера. А после завершения отправятся на полевой симпозиум по изучению торфянников на университетский полигон Мухрина. Для науки дискуссии это основной механизм и инструмент обмен информацией, обсуждение спорных и дискуссионных вопросов, поиск каких-то решений неокончательных, потому что мы не можем познать окончательно что-то, может только приблизиться. Это новый какой-то новый шаг в познании очень сложного, неоднозначного мира болот. Результатом конференции ученые видят некий свод научных выводов, касающихся сохранения экологического баланса при взаимодействии человека и болот. Свои расчеты они представят представителям власти и промышленности. Как утверждают болотоведы, к их рекомендациям всегда охотно прислушиваются, особенно в Югре. Павел Желтов, Дмитрий Макаров. Специально для программы «Больше чем новости».